Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! В Великобританию в последнее время потрясали из ряда вон выходящие события. Уход из жизни королевы, падение национальной валюты и, наконец, увольнение Ли Страсс, чье правление оказалось рекордно коротким. И вот, наконец, мы узнали имя нового премьер-министра. Им оказался Риши Сунак. Как оказалось, это действительно очень большое событие, в том числе и для криптопространства и криптохолдеров. Почему? Потому что он, оказывается, поддерживает криптовалюту. Так мы можем найти твит от 4 апреля 2022 года, в котором Риши говорит. Мы работаем над тем, чтобы Великобритания превратилась в глобальный криптовалютный хаб. Мы хотим видеть бизнес будущего и рабочие места, которые он создаст здесь, в Соединенном Королевстве. Сегодня мы работаем над созданием базы для того, чтобы привлекать криптоинвестиции в нашу страну. Что для этого собирается сделать Риши? Для начала он хочет внедрить тестовую систему, которая позволит фирмам экспериментировать с криптовалютами. Далее он хочет создать Crypto Asset Engagement Group, которая будет тесно сотрудничать с криптопространством для развития криптоактивов Великобритании. При этом вся система будет привязана к стейблкоинам, и поэтому Риши будет предпринимать шаги по их регулированию. Интересный такой намек на то, что у Великобритании будет свой стейблкоин. Ведь их национальная валюта, как ты знаешь, совсем не выглядит стабильной. Кроме этого, сегодня Великобритания проголосовала за то, чтобы биткоин и криптовалюта стали финансовыми инструментами в стране. Подчеркиваю красным. Через сутки после избрания прокриптовалютного премьер-министра страна внезапно хочет, чтобы криптовалюта стала законным платежным средством. Биткоин на такие новости отреагировал ростом до 21 тысячи долларов впервые за последний месяц. А теперь я хочу поговорить о том, почему все радостные крипто-ютуберы, которые сейчас со счастливым выражением лица говорят о прокриптовалютном премьер-министре Великобритании, немного наивные. Ведь достаточно копнуть немного глубже новостных заголовков сегодня. Не дай себя обманывать, немножечко анализируй. Дело в том, что Риши совсем не прокриптовалютный премьер-министр. Он про ЦВЦБ, то есть за цифровые валюты центральных банков. Да, это тоже криптовалютная технология, но это не прокриптовалютный в классическом понимании. Это видеоотрывок выступления Риши Прямом из 2021 года. Послушай, о чем он здесь говорит. Сегодня я горд объявить, что под управлением Великобритании группа из семи самых развитых экономик мира запустит принципы государственной политики для розничного использования цифровых валют центральных банков, ЦВЦБ. Это такая цифровая версия денег, типа цифровой банкноты, которая может быть использована как физическая банкнота или монета. В отличие от остальных цифровых валют, которые люди используют сегодня, ЦВЦБ будут выпускаться напрямую Центральным банком. Например, Центральным банком Великобритании. Правительства и Центральные банки по всему миру работают вместе, чтобы понять, как на практике использовать ЦВЦБ. Работа включает в себя проблемы, которые беспокоят людей. Совместимость новой государственной цифровой валюты со всеми способами платежей. И, наконец, энергоэффективности новой ЦВЦБ. Прежде чем стать премьер-министром Великобритании, Риши был канцлером казначейства Великобритании. И одной из его задач было поддержание и развитие экономики страны. Он отвечал, например, за процентную ставку ЦБ. Как ты знаешь, предыдущий премьер-министр Ли Страс была на посту всего 45 дней и мудрилась сильно навредить экономике страны. Теперь Риши должен все поправить. Выходит, будучи канцлером казначейства, Риши был за цифровые валюты Центральных банков. Не за криптовалюты, а именно за ЦВЦБ. Теперь он стал премьер-министром, и его задача сделать экономику Великобритании снова сильной, как прежде. Поэтому я не удивлюсь, если он использует ЦВЦБ для полной перезагрузки экономики Великобритании. Поэтому не надо так радоваться всем тем заголовкам и обзорам, что криптовалютный человек стал у руля Великобритании. Нет, его задача и цель – это запуск цифровой валюты Центрального банка. И если мы посмотрим на сравнение биткоина с ЦВЦБ, то увидим, что такое на самом деле цифровая валюта Центрального банка. Это есть не что иное, как тотальный контроль и тотальное цифровое рабство. ЦВЦБ – это неограниченное предложение. Их можно будет не просто печатать, а создавать циферками на экране. ЦВЦБ полностью централизованы, они поддаются цензуре. То есть, если ты кому-то чем-то не угодил, твои деньги можно будет просто-напросто конфисковать. Любые транзакции в ЦВЦБ будут легко отслеживаться правительством. Деньги в цифровой валюте Центрального банка могут быть легко заморожены в любой момент. Никакой приватности жизни эта цифровая валюта тоже не принесет. В другом же углу ринга стоит биткоин с ограниченным предложением. Децентрализованный, приватный, полностью цензуроустойчивый. Как правильно заметил Дэн Хелтс, биткоин – это свобода. А ЦВЦБ – это рабство. Теперь ты понимаешь, что такое прокриптовалютный новый пример Великобритании? И за что он стоит на самом деле? Меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok